98 лет назад родилось детское движение, в которое входили наши бабушки и дедушки, папы и мамы, старшие братья и сестры. 19 мая 1922 года Вторая Всероссийская конференция Комсомола приняла решение о создании в Советском Союзе пионерской организации. Пионерия просуществовала 69 лет. За эти годы в ее рядах побывало более 210 миллионов человек. В первые годы советской власти пионеры помогали беспризорникам и боролись безграмотностью, собирали книги и устраивали библиотеки, работали в колхозах, на полях, охраняли урожай и колхозные имущества. В 30-х годах пионерские объединения стали создаваться на базах школ. Отряды состоялись из классов, внутри которых были отдельные звенья. Пионерской дружины становилась школа. В пионеры принимались школьники в возрасте от 9 до 14 лет. Ученик, вступающий в пионерскую организацию, на линейке давал торжественное обещание пионера Советского Союза. Пионерский галстук был символом принадлежности к организации, частицей ее знамени. Приветствием пионеров был салют. К борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будьте готовы! Всегда готовы! У пионеров были свои законы, некоторые из них были бы актуальны и сегодня. Пионер дорожит честью своей организации, своими делами и поступками укрепляет ее авторитет. Или пионер, надежный товарищ, уважает старших, заботится о младших, всегда поступает по совести. Збор металлолома и макулатуры, другие виды общественно полезной работы, помощь младшеклассникам и ветеранам, участие в военно-спортивной игре «Зорница», занятия в кружках и отдых в летнем лагере. Помнит ли о тех пионерских буднях старшее поколение, знает ли об этом нынешнее? Каково быть пионером? Что нужно было делать? Выполнять все, честно. Ну, раньше были, молодежь носили красные, галстуки нам называются, да? А как нужно было стать пионером? Ну, заслужить надо было, хорошо учиться, поведением везде, как бы вот. Вы взлюбились быть пионером, хотели вступить в Эйдей? Конечно, это была вообще, это честь просто. Ну, они как бы помощью занимались пожилым людям там, ну вот. А какая у них одежда была? Галстуки были вроде. Юбка или шорты, белая футболка. И волосы собраны были. А что нужно было делать, чтобы быть пионером? Хорошо учиться, хорошо себя вести, помогать родителям и уважать взрослых. Ну, бабушка рассказывала, что галстуки они надевали, в лагерь отправляли. Что еще? Больше даже и не припомню. А, еще значки им какие-то называли, это было прям важное событие. Мурат Ивелможит, Валерий Степчук, Далют Кашкербаев и Ерта Сахпарат.